Студенты-сироты, находящиеся на полном гособеспечении, будут освобождены от оплаты жилья и коммунальных услуг. Такие поправки в законопроект по поддержке детей-сирот планируется внести на очередной сессии Собрания депутатов. Вопрос был рассмотрен на заседании Комитета окружного ЗАГС Собрания. Также парламентарии рассмотрели ряд других социально значимых вопросов. Изменения в законы, касающиеся соцподдержки отдельных категорий граждан, рассмотрели в первоочередном порядке. Так, например, родственникам участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые умерли до 12 июня 1990 года, планируется оказать поддержку в натуральной форме. Поддержка подразумевает изготовление, доставку и установку памятников. Такими полномочиями будут наделены администрации муниципальных образований округа. Будет происходить следующим образом. По тем захоронениям, которые мы выявили на сегодняшний день, которые 513 сформированы, сельские поселения о нем уже все знают, городское поселение и городской округ. Соответственно, после принятия закона они будут формировать аукционную документацию и торговать по уже конкретно этим захоронениям, установке памятников на этих захоронениях. Рассмотрели и вопрос об участии жителей округа в охране общественного порядка. В проекте закона регламентируется процесс создания и правовое положение народных дружин. Также в законопроекте предусмотрены образец и порядок выдачи удостоверения, образцы отличительной символики. Предлагается утвердить образец удостоверения народного дружинника, а также образцы отличительной символики народного дружинника. Это нагрудный знак и нарукавную повязку народного дружинника, которые будут изготавливаться народными дружинами. Реализация законопроекта не потребует дополнительных финансовых средств из окружного бюджета. Кроме того, обсудили бюджетный процесс в Ненецком округе законопроект о государственном частном партнерстве. Все одобранные законопроекты будут приняты на сессии окружного законсобрания. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север.